Когда творчество в буквальном смысле расходится по рукам, домам, сумкам и офисным столам. В библиотеке на Крутицка открылась выставка «Как оживают рисунки». Авторы этих ярких картин – воспитанники организации молодых инвалидов и их родителей «Грани». Есть инклюзивная полиграфическая группа, которая на основе этих рисунков потом делает блокноты, календари и открытки. Что получается? Получается, что рисунок начинает жить, он превращается в изделие полезного прикладного характера или в сувенир, который будет интересен людям. А значит, наш особый молодой человек будет приносить общественную пользу, будет занят. Во главе угла, конечно, мы ставим дневную полезную сопровождаемую занятость. А творчество – это то, что наполняет ее особой энергетикой. Рисовать в «Гранях» любят абсолютно все. Занятия проходят раз в неделю. Педагог обозначает тему, задача особенного художника – ее раскрыть. Какой-то такой диалог между мной, ребятами, материалом, которым мы работаем. То есть, каждому есть что высказать на самом деле. Моя задача – просто дать им какие-то инструменты для этого. Потому что не все ребята, например, говорят, не все ребята могут как-то иначе общаться с миром вокруг себя. Я просто даю им небольшую помощь в этом, чтобы они могли высказать что-то. А ребятам есть что сказать. Нравится рассматривать окружающий мир и выражать свои чувства через природу. Кошки, улитки, ежи. У каждого творца свое любимое животное. От творчества до полиграфии – один шаг. А это вот Полина Сергеевна, педагог. Мы с ней вместе рисуем. И потом этот рисунок попадает на обложку блокнота. Складываем листы, потом нарезаем, потом на пружину надеем. На этой выставке продемонстрирована и абсолютно новая продукция, которая, уверены создатели, завоюет сердца. Деревянные значки, тоже выполненные по рисункам, станут не только стильным аксессуаром, но и добавят немного ярких красок и добра в жизнь своего хозяина. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Вот мы видим, что практически поняты, Редактор с РТВ. Редактор с РТВ и Л,